Приветствую вас, друзья! Мы с вами приехали на барахолку. Ну, прохожу мимо. Думаю, как можно пропустить такую красоту. Хочу вам снять. Как красиво, как здорово. Жаль, что нарциссы уже цвели, и они засохли между тюльпанами. Вот, если бы на недельку раньше, а здесь было, еще бы было красивее. Ну, и сейчас тоже неплохо. Сейчас, кстати, цветет сирень везде. Такая вот красота кругом. Ну, а мы с вами идем дальше. Идем на барахолку. Встретимся уже там. Так, посмотрим, что сегодня здесь есть новенького. Такой вот кувшин стеклянный, я вижу. Очень красивый. Ну, не знаю. Похоже на винтаж. Ручной работаю. Вот у него носик. Немножко припыленный. Ручка. Очень красивый. Кувшин для воды. Или кваса. Можно и для кока-колы. Такие вот рюмочки. Старинные. Ликерные. Много их. Восемь штук. По стакану. Это Чехия. Такая вот фигурка. На Новый год уже вещи стоят. Папаньярка старинная. Керамическая. Так, посмотрите, есть ли клеймо. Клеймо нет. Но видно, что это вещь старинная. Главное не уронить. Вазочка тоже ручной росписи. У меня уже в корзине. Вот этот стаканчик я купила с бабочкой. Все-таки и полевыми цветами. Подсвечник. Вальтер глаз. Новогодний. Морозное стекло. Олени и Санта-Клаус в санях. Шкатулочка. Кобальтовая. С пакетиком. Маленькая Мартин Рода. Прелестная. И стаканчик хрустальный. Кстати, к этому стакану здесь еще ваза стоит. С таким же точно рисунком. Вот она. Надо проверять, она со сколами или нет. Но вот она такая же. В том же стиле, что и стакан. Хорошая такая вазочка. Размер хороший. Что-то у нас еще есть. Такая вот вазочка. Хрусталь. Французский. И вот эта мне тоже понравилась вещь. Это для меда баночка. Очень люблю такие. Я уже показывала много раз. У меня есть несколько таких баночек. Прям небольшая коллекция. Но здесь много скольчиков маленьких. К сожалению. Так они прям очень редкие что-то стали на барахолках у нас такие баночки в виде улия с пчелами для меда. Они есть от Гюбель, а есть просто такие вот без клейма. Вот скатулка из соломки. Вот скатулка из соломки. В общем, возможно, она из Советского Союза. Так, что там написано? По-моему, там как раз на русском языке. Я не вижу без очков, но это привет из Советского Союза. Тут же стаканчик симпатичный, но здесь есть маленький-маленький скольчик. Вот, здесь зазубринка. Так, какое интересное изделие из керамики. Ой. Так. Тоже подписано. 20-й год. Кто-то сделает вот такую вот прелесть котик в чашечке. Очень оригинально. Так, здесь миниатюрная чашечка. Тоже мне понравилась такая вот кофейная. Баравитер, по-моему. Такая вот прелесть кукольная. Вот тут еще минашница стоит такая вот большая. С незабудками. Но мы уже видели ее. Она такая грубо очень сделана. Богемия. Грубовато. По мне. Такая она очень громоздкая. Так, что мне еще вам здесь показать? Что мы еще не видели с вами? Вот лампа мне тоже понравилась. Керосиновое. Красивое стекло с росписью. Кружка с эдельвейсами. Неплохая кружка такая. Пивная. Эдельвейса мне нравится. Так, много стекла. Это Вальтерглаз. Здесь скульптура из камня. Такая вот. Это оникс. Оникс, наверное. Такие маски. Из глыбы. Или это мрамор. Я не знаю, что это. Может быть мрамор. Может быть что-то другое. Сальчик прикольный. Ручка подломалась. Так, лягушечки. Привет-привет. Это польское трево. Какая скульптура из дерева. Это вьетнамец, наверное. Кстати, классная фигура. Древянная. Так качественно сделана прямо. Настоящее дерево. Ну, это девушка, наверное. Судя по всему. Такая вот. Возьму, наверное. Для винтажного магазина. И тут какие-то чашечки. Посмотрим. Ага. Это Айзенберг. ГДР. Такие вот чашечки. Посмотрите, какая огромная штука. Керамическая. Так. Кружка для чая. Ой, какая тяжелая. Это что-то современное. Да, арка. Ну, симпатичное. Современное, но симпатичное. И вот наверху еще много чего стоит. Вот такие вот фигурки. Хорошенькие. Это из этой, как называется, композитной смолы. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такой вот нашла сиреневый. Не знаю, что это. Типа подсвечник, что ли. Красивый. Запыленный, конечно, но симпатичная гравировка. Такой, наверное, подсвечник. Можно свечку поставить сюда. Таблетку. Мне кажется, будет очень красиво. Вроде целенький. Не знаю, я сегодня даже без своей сумки. Что мне пока нельзя тяжести носить. Поэтому он тяжелый. Наверное, сегодня не повезу. Но, может быть, в следующий раз. Вообще классный. Решила все-таки взять. Думаю, ну как-нибудь довезу его. А то в следующий раз не будет уже. И вот такой вот бокальчик. Тоже мне понравился. Кобальтового цвета. На коротенькой ножке. Но форма вот этот колокольчик. Очень редко красивая. Тоже он абсолютно без помарок. Очень красивый. Тяжеленький. Тоже очень приятный. Тоже, наверное, возьму. Так, здесь у нас что-то. Но это потому, что это ручная работа. Здесь как бы след. Ну, как стекло делает. Когда здесь отрывают, его отрезают. Остается след. Такой вот классный. Жалко, что вот эта фигурка склеенная. Я бы ее обязательно купила. Очень жаль. Голова склеенная. Крылья тоже. Вот очень красивое, тонкое стекло. Тончайшее. Две вазочки. Одна потемнее, одна посветлее. Старинный подсвечник из латуни. А может, он не старинный? Нет, я думаю, что не очень старинный. Но из латуни. Весь заляпаный воском. Две бомбоньерки. Или сахарница. Это современная. А это, по-моему, польская керамика. Трещина. И две сухарницы старинных. Такая вот сильно очень потертая, но красивая. Очень сильные потертости. Но это начало 20 века. Может быть, даже конец 19-го. Без клейма. И вот такая вот тоже красивая. Тоже без клейма. Я уже ее видела. Тоже сильные потертости золота. Но рисунок вполне так нормальный. В хорошем состоянии. А краешки сильно потертые. Очень красивое изображение розы. И еще какие-то цветы. Без клейма, насколько я помню. Да, без клейма. Вот, кстати, тоже похожая шкатулка из Советского Союза. Деревянная. Но не могу сказать точно. Какие-то появились плакетки в виде курящих охотников. Наверное, две одинаковые. Немножко различаются по цвету. Такие вот. Мне, наверное, какой-нибудь охотничий домик повесить. Типа того. Или в ресторан, где дичь подают. Такую дичь подают. Вот такой миленький, маленький молочник. Вот это, по-моему, новенькое. Здесь такой флакон. Огромный прямо. В винтажном стиле, наверное. Хотя притертая пробка. Забыла, как называется это стекло. Мне писали. Очень красивое, конечно. Ну, конечно, оно. Такие вот. Брюлочки. И подносик. Может быть, это для ликера, флакон. Не знаю. Забыла название этого стекла. Красивое такое. Вазочка. Но вазочка-то с потерями. К сожалению, здесь много очень потертостей. Вот это мне тоже очень нравится на ножках. У меня такая огромная ваза для цветов есть. Из этой же серии. А здесь такая вот для фруктов. Огромадная. На ножках. Ну, это мне на руках не довезти. Если она еще останется здесь, когда я буду на машине, можно будет купить. Такая вот на ногах. Очень классная вещь. Здесь фрукты нарисованы. В смысле, выгравированы. Разные. Здесь груши. Виноград. И персик. Типа. А может, и яблоко. Нет, наверное, яблоко все-таки. Яблоко или айва. Очень красивая. Ручная гравировка. На ножках. Прелесть. Она очень большая и очень-очень тяжелая. Какой-то стаканчик тут с ручной росписью. Бат Эльстер. Сорока. Ведельвейс. Ручная роспись. Красиво. Такие маленькие стопочки. Хорошенькие. Все в горошек. Разного цвета. Очень прикольные такие. Такой большой бокал. Пивной, наверное. Наборчик тоже симпатичный. Ликерный. Такой вот графин. И маленькие-маленькие рюмочки. Ой, тут уже сломано. То есть, наверное, только пять целых. Остальные разбились. Нежного цвета трио. Такое вот простенькое. Цвет красивый розовый. Какая-то шкатулка тоже с фруктовым орнаментом. Компетница. Конфетница. Груши. Украшают ее и какие-то ягодки. Вот такая вот. Ой, тяжелая какая. Симпатичная. Большая шкатулка. Тут пластиковые яйца. Пасхальная шкатулка, кстати, из дерева. Но тоже есть потери. Вот тоже есть такая кружка. Пивная. Ой, тяжеленная какая. Не поднять. Ну, такая типичная немецкая. Вот еще две кружечки. Это уже постарше, я думаю. Так, что тут у нас снизу? Ой, очень много разных бокалов. Вот такие вот ремеры. Симпатичные, прозрачные. Какие интересные сапоги. С репродукциями картин. Сделаны в ГДР. Такие вот сувениры. Три штуки. Клейма только на одном стояла. Но это, наверное, набор был. Сувенир из Греции. Легкие такие. Это, наверное, богемия. Да. Что мне еще очень понравилось? Вот эта птица из дерева. Тоже такая тяжеленькая. Искусно вырезанная. Я ее тоже, пожалуй, возьму. Надеюсь, что я донесу в сегодняшней покупке. Я думаю, у меня получится. И здесь увидела еще красивое блюдо с маками. Оно, конечно, потерто. Прилично. Шварценхамыр. Ну, красивое. Оно в царапинах и потерто. Ну, очень золото. Оно красивый такой рельеф. Просто хотела, чтобы вы полюбовались. И маки. Это очень красиво. А так вот это вот все. Это немножко грязи. И царапинки. Вот. Они трещины, это царапина. Ну, тут их несколько. Ну, красиво. Просто полюбоваться. Сколов вроде я не вижу. Но с обратной стороны немножко. И вот здесь есть симпатичное блюдо. Вот такое вот. Старинное золото тоже по краешку стерлось. Но остался очень красивый рельеф. Тоже Шварценхаммер. Ну, да. Такой же рельеф, как на блюде с маками. Тоже, я думаю, первая половина 20-го века. Такое вот трио здесь еще есть. Тоже старинное, 30-е годы. Без клейма. Такое вот хрустенькое. Но симпатичное. И вот такая вот еще типа салатника. Тоже старинный. Это, по-моему, наклейка магазина. Также здесь есть такое вот блюдо. Плоское. Югенстиль. Типичный. Сегодня в коробках ничего особенного нет. Вот сейчас я несколько коробок сняла, чтобы добраться до текстиля. Просто показалось мне что-то интересное, но вроде как показалось только. Платочки. Ткани. Какие-то такие нейлоновые, старые. Вот тут вот снизу может быть какие-то салфетки есть. Сейчас я еще одну сниму и посмотрю. Нет, мне показалось, что салфетки это просто полотенце. Полотенец у меня уже достаточно. Здесь еще мыльца. Мыльца лежит. Старая. Пахнет, кстати, очень даже приятно. Приятный запах. Винтажное мыло. Париж. Может взять. Вот еще тоже. Ой. Тоже мыло. Пахнет классно, кстати. Вот это могу взять. Кто-нибудь коллекционирует мыло? Мне интересно, есть ли такие коллекционеры среди моих зрителей. Смотрите, какая жалость. Голову отбили. Какая прелесть. Он склеен. Я бы купила обязательно из дерева. Тут трио увидела такое с монохромным зеленым рисунком приземистой чашечки от Кала. 50-е годы. Такая вот чашка. И там есть еще тарелочки блюдца и десертная. Так, видите, стоят они на такой специальной подставке для трио. Так, как бы поставить обратно, чтобы ничего не разбить. Вот так вот они стоят на таких подставочках. Так, этот бокальчик. вот тут какие-то, я так думаю, что это от выдувки какие-то эти есть пузырьки. Пара пятнышек на люстровом покрытии. Может, какой-то мелкий рисунок, типа полевые цветы или травы. Такая вот ручка красивая с шариком. Такой вот бокал. Где-то что-то типа подсвечника. Наверное, что-то современное. Нагель написано. Красиво. И баночка. Морская тема. Но это типа Голландия, да, для хранения сыпучих. Крышка такая, не плотная. Ну вот, уже заканчивается мой сегодняшний поход. Надеюсь, что он вам понравился. Тоже кало. желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Вы и ваши близкие. Посмотрим вазу. Кайзер. Такая вот. Будьте здоровы и до новых скорых встреч. на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok